Приветствую вас, друзья! В Германии заявили о возможности передачи Украине крылатых ракет воздушного базирования Taurus, являющихся прямым конкурентом британских ракет Storm Shadow, которые Украина получила в начале мая и уже успешно их применяет против российских оккупантов. Taurus – это немецко-шведская крылатая ракета воздушного базирования, разработанная совместно компаниями MBDA и Saab Bafors Dynamics. Она предназначена для уничтожения высокозащищенных целей без захода с самолета-носителя в зону действия вражеского ПВО. Ракета была принята на вооружение в 2004 году, а ее стоимость составляет 1 миллион долларов. Она стоит на вооружении Германии, Испании и Южной Кореи. На цель Taurus наводится с помощью трех систем наведения. По эталону ландшафта на основании загруженных изображений и по GPS. На конечном участке полета включается инфракрасная головка самонаведения. Заявленная дальность полета ракеты – более 500 километров. Taurus имеет такие габариты. Длина – 5,1 метра. Ширина – 108 сантиметров. Размах крыльев – 206 сантиметров. Масса – 1360 килограммов. Масса боевой части составляет 480 килограммов. Боевая часть – тандемная. Передовой заряд – кумулятивный, основной заряд – фугасный. Он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробития бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом – 400 килограммов. Это основная модификация ракеты, и она предназначена для уничтожения бункеров, в которых расположены командные пункты, подземные склады с боеприпасами, а также взлетно-посадочных полос аэродромов. Также есть модификации ракеты с кассетной боевой частью и микроволновой боевой частью высокой мощности. Кассетная боевая часть предназначена для уничтожения удаленных друг от друга целей, например, средств ПВО на позиции. Микроволновая боевая часть предназначена для вывода из строя электронных систем противника. Кроме этого, есть облегченный вариант ракеты для возможности ее использования с носителей с меньшей грузоподъемностью. Также есть ракета, которая сконструирована для запуска с наземных платформ, размещенных в кузове грузовика или надводного корабля. Есть ракета, которую можно запускать с военно-транспортных самолетов. Стандартные варианты ракеты запускаются с самолетов Торнадо F-18 и Gripping Jazz 39. Кроме этого, Таурус могут запускаться после незначительной модернизации с Су-24. Помимо ракет воздушного базирования, Украина может получить и вариант ракеты, запускаемой со специальной платформы, установленной на грузовике. Таурус летит на высоте 30 метров со скоростью 850-900 км в час. А благодаря материалу корпуса, она малозаметна для радаров противника. Когда и сколько таких ракет может получить Украина, неизвестно. Как в принципе, было неизвестно и по поводу ракет Storm Shadow, которые уже стоят на вооружении Украины и эффективно уничтожают российских оккупантов. Субтитры сделал DimaTorzok